Корги были любимцами королевы Елизаветы, из-за чего даже стали известны как королевские корги. Корги королевы Елизаветы II участвовали в церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, где также присутствовал сам Джеймс Бонд. Дэниел Крейг, то есть Джеймс Бонд, прибывает в Букингемский дворец, где его встречает королева Елизавета II и несколько ее корги. Это, кстати, не единственная порода собак, которую обожают представители королевской семьи. И сегодня мы поговорим о них, о четвероногих друзьях, которые являются истинными британцами. Корги, пожалуй, одна из самых известных и в последнее время горячо любимых пород собак. Если быть точнее, то эта порода называется вельшкорги, и их два вида – кардиган и пемброк. Та порода, которая стала более популярной – пемброк. Эта порода имеет древние корни, и ее история восходит к временам кельтов и викингов. Название вельш, как можно догадаться, происходит от названия их родины – Уэльса. Именно тут жили кельты, которые и начали разводить таких собак. По другой версии, корги появились на этих территориях благодаря викингам, которые совершали набеги на британские острова с конца 8 века. Тогда же активно шла торговля, и люди обменивались не только продуктами, но и животными. Слово корги происходит от валийского – корги, где кор означает карликовый или маленький, а ги – собака. Есть и другая версия происхождения названия породы. Кор – это видоизмененная кур, что значит сторожить. Вельшкорги относятся к семейству овчарок, хотя и довольно миниатюрных. И изначально они использовались в качестве пастушьих собак, из-за того, что они были небольшого роста. Они могли без проблем избежать ударов копыт животных, а их активность и смелость помогали пасти скот. Вельшкорги Пембрак был выведен и развивался в основном на фермах Уэльса. Они выполняли роль помощников фермеров и в то же время были горячо любимыми четвероногими друзьями. Считается, что корги очень преданные собаки. Есть еще и другая легенда о появлении этих щенков, более сказочная. Считается, что щенков корги людям подарили феи, у которых корги были вместо лошадей. Именно этим и объясняют наличие отметины на спине собак, напоминающие седло. В начале 20 века порода стала популярной за пределами Уэльса, что и привело к официальному признанию и стандартизации породы. Только в 1892 году корги впервые стали участниками выставки, где их заметили. Потом порода стремительно развивалась и быстро получила распространение по всему миру. А наибольшую известность собаки получили после 1933 года, когда герцог Йоркский, будущий король Великобритании Георг VI, подарил щенков в Эльшкорге своим дочерям Элизабет, впоследствии Елизавете II и Маргарет Роуз. Елизавета тогда получила своего первого корги по имени Дуки и с тех пор корги стали неотъемлемой частью королевской семьи. Королева воспитывала более 30 корги в течение своей жизни. Так корги стали ассоциироваться с британской монархией и приобрели статус королевских собак. А некоторые из питомцев самой королевы стали вдохновителями искусства. В 2019 году вышел мультфильм «Королевский корги» о жизни этих собак. А в 2002 году была выпущена монета в честь 50-летия коронации Елизаветы II – Джек Рассел Терьер. Эта порода была выведена в Англии в 19 веке. Основателем породы считается преподобный Джон, он же Джек Рассел. Заядлый охотник. Собственно, его целью было создать идеальную собаку для норной охоты на лисиц. В результате многолетнего селекционного отбора и скрещивания фокстерьеров и других терьеров, он вывел породу, известную сегодня как Джек Рассел Терьер. И на сегодняшний день Джек Расселы известны своей бесконечной энергией и высоким уровнем интеллекта. Они очень активны и им постоянно нужны физические и умственные нагрузки. Они до сих пор сохранили сильные охотничьи инстинкты. Собаки этой породы хорошо справляются с ловлей мелких животных и часто используются в аджилити – кинологическом виде спорта. В нем проверяют быстроту, проворство и ловкость собаки. Но был период, когда Джек Расселы были на грани исчезновения. Это было во время Второй мировой. Удалось их спасти благодаря женщине по имени Ромайн Мур. В 1975 году она открыла английский Джек Рассел Клуб с целью сохранить популяцию данной породы. Собаки входят в десятку самых умных пород, а подпрыгивать они могут на высоту до полутора метров. Возможно, вы помните фильм «Маска» с Джимом Керри. У главного героя была собака Майла, как раз породы Джек Рассел Терьер. И в одной из сцен она запрыгнула в окно тюремной камеры главного героя, а высота в несколько раз превышала ее рост. В реальной жизни Майла звали Макс, и после успеха в «Маске» ему предложили еще несколько ролей. А еще позвали на премьеру фильма. У собаки, исполняющей роль Майла, карьера актера сложилась даже лучше, чем у некоторых людей. Потом еще и его сын, пес Энса, продолжил дело своего отца. Ну и Джим Керри так впечатлился этим псом, что после окончания съемок тоже завел себе собаку такой породы. Кстати, долгое время после выхода фильма «Маска» владельцы Расселов говорили «Не у меня собака породы Джек Рассел, а у меня собака породы Майла». У представителей королевской семьи, кстати, Джек Расселы тоже были. Особенно их любят Карл и его жена Камила. Также собаки этой породы есть у певицы Марай Керри, которая выделяет по 200 тысяч долларов на специальный курорт для собак, где ее питомцы отдыхают. Спаниель. Ну а если снова немного подушнить, то правильно будет не просто Спаниель, а кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Говорить мы будем именно о них. Маленькие собачки типа Спаниели, например, японский хин и тибетский Спаниель, вероятно, были привезены в Европу из Азии и сыграли важную роль в появлении европейских той Спаниели. Этих маленьких той Спаниели можно увидеть на картинках европейских художников 15-16 веков. Той Спаниели пользовались большой популярностью в королевских и аристократических кругах Европы, где искренне верили, что они могут облегчать боль и снимать стресс. В Англии той Спаниели особенно процветали во времена правления династии Стюартов. Король Карл II был известен своей любовью к этим маленьким Спаниелям и именно в его честь порода и получила свое название. Эти собаки были выведены в Англии в 16-17 веках и стали особенно популярны при дворе короля Карла II. Первоначально кавалеры использовались в качестве охотничьих собак, но постепенно стали любимыми компаньонами аристократии, так как обладали нежным характером и миловидной внешностью. Для каждой расцветки у кавалер Кинг Чарльз Спаниели есть специальные названия. Принц Чарльз трехцветный, король Чарльз черно-подпалый, рубин красное дерево и блэнхейм каштановый и белый. Сейчас эта порода особенно популярна у голливудских звезд. Вы возможно не поверите, но такие бруталы как Сильвестер Сталлона являются фанатами Спаниели. У него, например, есть пес Бентли. Клинт Иствуд тоже был много раз замечен в компании такого Спаниеля. Бигль. Это одна из старейших пород охотничьих собак. История, которая уходит корнями в древние времена. Их предки использовались для охоты на мелкую дичь, особенно на зайцев. Еще в Древней Греции и Риме. Современные же бигли произошли от собак, которых англичане использовали для охоты в средние века. Само название бигель происходит от старофранцузского, что значило громкий рот и указывало на громкий лай собаки. Существуют различные версии происхождения этой породы. Если верить греческому историку Ксенофонту, уже в Древней Греции существовали гончие, работающие по следу. Римляне переняли опыт использования гончих и завезли их на Британские острова. Существуют версии о породах гончих, существовавших в Англии еще до прихода римлян. В частности, у Пвила, принца Уэльского, была особая порода белых гончих. К середине 18 века в Англии сформировались две основные породы для охоты на зайца – южная гончия и северный бигель. Современный официальный стандарт породы был утвержден 10 сентября 1957 года. У бигля очень развито обоняние. Ученые Джон Пол Скотт и Джон Фуллер начали в 1950-х годах исследование собак. Проверяем обонятельные способности различных пород с помощью мышей. Они выявили, что бигли справляются с испытанием менее чем за минуту, в то время как другим породам требуется значительно больше времени. Бигли занимают второе место по обонятельным способностям после породы Бладхаунд. Их обоняние настолько сильно, что оно часто используется на таможнях и в полиции для поиска запретных веществ и взрывчаток. В США и других странах существуют даже целые бигельские бригады – специальные команды собак, которые работают в аэропортах для выявления запрещенных продуктов и контрабанды. Бигли являются любимцами многих известных людей и звезд. Так, например, несколько биглей было у 36-го президента США Линдона Джонсона. Пес Снупи из серии комиксов Peanuts, также породы бигль. Бордер Колли. Эта порода была выведена на границе с Шотландией и Англией. Отсюда и название – Бордер, то есть граница. Нейропсихолог Стэнли Коррен, занимающийся изучением умственных способностей собак, провел исследование, которое показало, что Бордер Колли – самая умная собака среди всех пород. Раньше этих собак называли по-другому – рабочей Колли или фермерской Колли. Собственно, она и была выведена для того, чтобы работать с овцами и другим скотом. Причем, сама порода довольно старая. Образовалась она в 1570 году. Существует множество версий истории породы, но одна из наиболее распространенных версий связана с распространением римлян в Британию. Римляне, занимавшиеся овцеводством, могли привезти с собой овчарок, похожих на Бордер Колли, которые впоследствии могли скрещиваться с местными породами, что и привело к появлению современной породы. С течением времени Бордер Колли стали очень ценными собаками для овчаров и фермеров. Их острый ум, выносливость, энергия и преданность сделали их неоценимыми помощниками в работе на пастбище. Они были способны эффективно управлять стадами овец и другими животными. И помогали таким образом сохранить порядок и безопасность на фермах. С развитием овцеводства и селекционных работ Бордер Колли приобрели все большую популярность в качестве рабочих собак, а затем и в качестве домашних питомцев. Их выдающиеся способности в пастушьей работе привлекли внимание различных людей, включая овцеводов, фермеров, спортсменов, дрессировщиков и даже членов королевской семьи. У той же Елизаветы Второй были собаки и породы Бордер Колли, а еще у королевы матери. Друзья, если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить ему лайк, подписывайтесь на канал, потому что большую часть наших роликов вы смотрите без подписок. Не забывайте, что у нас есть сайт нашей компании, где вы можете узнать все о зарубежном образовании. А наши консультанты всегда помогут вам узнать больше о школах, вузах и детских лагерях за границей. Пишите.